Сегодня мы с группой с курсов по французскому. Здесь все группы, и начальные, и средние, и те, кто уже хорошо разговаривает. Сегодня у старшей группы, старшая группа выпускается, и в честь этого пришли в китайский ресторан, который недалеко находится. Вот здесь небольшим, не все пошли, но в принципе вот такой вот китайский ресторанчик довольно прикольный. Здесь, что примечательно, в этом ресторане можно вот такие, как бы меню оплачивать или заказать. Ну как-то я еще точно не понял, как это работает, но насколько я понял, вот там вот за столом можно будет брать все, что захочется, сколько захочется, и потом на выходе заплатить вот 11.80, нам по крайней мере так сказали. А как на самом деле будет пока непонятно. Начинаем эту операцию. Берем тарелки, бери меня тоже. Бери, а ты их будешь? Смотрите, сколько здесь всего. Я абсолютно не понимаю, что лучше взять. Что выглядит лучше и вкуснее, наверное, то и брать. Короче, надо потом еще раз приходить, да и все, вот это вот мучаться. Так, ну вот это вот я взял, я не знаю, что это. По крайней мере, похоже на что-то мясное. И салат. Ну там еще можно будет, тарелки такие маленькие, сразу же не помещаются, а столько всего хочется попробовать. Начнем с этого. Спасибо. Второй заход, оно как бы можно было, ну конечно, не совсем это правильно, да, вот тут креветки есть, а тут свинина рядом. Ну то есть как бы, ну казалось бы такое, насыпал все до кучи. Но, блин, просто хочется попробовать всего и разного, а бегать туда-сюда, себе накладывать неудобняк. Поэтому я по очереди буду есть, но лежит все на одной тарелке. И что немаловажно, вот креветки у них не очень сильно очищены, как вы видите. И это меня немного смутило. Вот у них хвосты эти, они вообще их не отрывают. Ну то есть такая вот фишка. Вроде как говорят, они их едят с хвостами. Не знаю, если среди зрителей есть китайцы, объясните мне, пожалуйста. Ну и под конец немного этого. Блин, что ж такое-то. На всех языках разговаривают, я уже башка не варю. Десерт, короче говоря. Такие штучки различные. Это все сладкое. А это мороженое. Вот такие еще там фигнюшки. И фрукты разные. Ну в общем десерт. Как видите, идет после обеда общение такое довольно активное. Всех со всеми, на всех. Ну как бы, нет, все пытаются на французском, конечно, говорить. Но с акцентами, разнообразие бешеное. И официанты с клиентами. И просто мы здесь все болтать пытаются. Так, с улицы сейчас вам еще покажу. Вот, смотрите, снаружи он какой. Рой аль так называется. Клевый. Он возле кинотеатра, кстати. Если будете в Тарби, то вот такой вот ориентир возле кинотеатра. Кстати, еще вот вид клевый такой. Мне вот с этого ракурса очень нравится. Не знаю, как на GoPro, наверное, не тот будет эффект. Но вот эти вот фонари и та башня очень такой футуристичный вид придают. Вот если вот эти машины убрать, деревья, и вот только вот так телевиком или чем-нибудь таким взять. Посмотрите, клево. Как будто космическая станция какая-то. Довольно прикольный эффект. Мне нравится. Наверное, на GoPro оно далеко, очень мелко кажется. Но эффект клевый. Вот эти вот столбы с фонарями. И классно. Да даже эти домики вписываются. Посмотрите, какой. Здесь клипчик можно было бы хорошо снять. Выглядит довольно-таки клипово. Ну, а мы все прощаемся. Кстати, вот смотрите за рестораном. Там граффити здесь интересный. На стене. Вон Star Wars. Смотрите, какая клевая штука. Ну, сейчас я поближе подойду. А, смотрите, пожалуйста, этот, как ее зовут? Дай, Дай, Тири, Тай, Нири, не помню. Довольно клево выглядит. Да, арт красавчик. Очень даже клево смотрится. Слушайте, козырно нарисовано. Мне нравится. Очень стильно. А сдалека так вообще... Не, хотя наоборот, наверное, сблизи. Здесь просто киношно. Ну, это потому что кинотеатр, вот это здание, это здание кинотеатра. И тут Джеймс Бонд, там дальше еще Диана Джонс. Этот самый ИТи. Дальше уже Мерлин Монро, Клинт Иствуд и последний Чаплин. Но туда уже далеко идти не хочу. Вот Си Джи Арк, Си Нима. Красивая штука. Прикольно. Забавно. Довольно эффектно смотрится. А мне нравится. У нас вообще тут погодка наладилась. Сегодня, какое, 5 марта. Жара, 20 градусов тепла. Ну и после китайского ресторана тоже настроение такое. Я вообще обожаю, если честно. Обожаю китайскую кухню. Я всегда ее как-то любил. Интересно было у меня в молодости, когда в институте учились, были друзья китайцы. Я с ними тусил много и много, попробовал китайской еды и до сих пор ее люблю. Поэтому мне это доставило большое удовольствие. Надеюсь. Ну ничего, ни на что я не надеюсь. Фоткаться хочу на фоне Вейдера. Синья, твой отец, Люк. Пенсон столько убит. Синья, твой отец, Люк.